Мы живем в России, и в течение каждой зимы обязательно будут несколько моментов, когда вдруг ни с того ни с сего вдарят страшные морозы, пройдет страшный снегопад. И некое количество людей окажется в этот момент на дорогах. В машинах будут пробки, будут аварии с участием десятков машин. Все это понятно. И поэтому, когда происходит очередная трагедия, когда замерзают люди, когда обмораживают конечности и власти, всевозможные от ГИБДД до местных властей, разводят руками, возникает вопрос, ау, люди, вы до сих пор не поняли, где вы живете? Вы не умеете прогнозировать? Вы не умеете построить так работу, чтобы ждать таких моментов? Их не так уж много. Это первое. Здесь, я думаю, и некомпетентность, и равнодушие, и одновременно нежелание просто элементарно пораскинуть мозгами и позаботиться о других людях. Второе, конечно, когда люди отправляются в дорогу, я, например, считаю, что надо брать какую-то одежду соответствующую. Она много места в багажнике не займет. Пуховая куртка, валенки, замечательные русские валенки, которые решают этот вопрос. Теплые носки и так далее. Но, коли уж приперло, то надо об этом подумать. Третье, ну, в конце концов, есть еще другие способы, значит, каким-то образом поддерживать температуру, тело. И здесь тоже стоит быть заранее, как бы, готовыми. Потому что спасение утопающих, как известно, дело рук самих утопающих. А что касается скользких тротуаров, плитки и так далее, я считаю, что человек должен тоже понимать, каждый человек, что пару-тройку раз обязательно за зиму он рухнет. И бывают очень сложные моменты, когда просто гололед. Тогда может просто постараться меньше выходить на улицу. А если уж вышел, то надо понимать, какая на тебе обувь и насколько ты подготовлен, с точки зрения даже чисто физической, вовремя сгруппироваться, не подставить локоть, не сломать ногу и так далее. Это начну с чего начал. Мы живем в России. Продолжение следует...